здравствуйте дорогие друзья вас приветствует Галина Коншева благодарю всех кто поддерживает мой канал и мою работу прошу прощения за моё длительное отсутствие на канале я со мной ничего не случается у меня все хорошо я просто была в отъезде я была в Крыму и помимо Крыма еще были ну дорога много времени занимает и надо было заехать в определенные места я же веду еще свою исследовательскую деятельность альтернативщика и мне нужно было снять некие моменты для своих расследований в Крыму в том числе не все я выполнила не везде мне удалось попасть ну значит на следующий раз это все останется потому что в Крыму в том числе ситуация довольно такая немножечко она напряженная потому что там есть прорываются некие диверсионные группы с Украины и я хотела снять по крымской войне один поселок мне не удалось туда попасть именно из-за того что все там было перекрыто но фильмы делать тоже не было возможности потому что в Крыму у нас был совершенно плохой интернет практически его не было у меня не было возможности иногда на телефоне с телефона я могла общаться но делать фильм это было невозможно но это не значит что я не работала мне шел поток информации переписывалась именно вот в телефоне как-то там интернет у меня еще более-менее работал компьютере нет совершенно поэтому не удалось ни одного фильма мне сделать там я готовила материал и большой фильм он будет следующим после этого небольшого ролика потому что я просто завалена информацией именно у Юрия Шатунови большая переписка у меня с людьми идет очень много всего скажем так интересного если это уместно говорить в этой ситуации а в данном случае это небольшой ролик потому что все наверное действительно невозможно уложить и либо я буду какими-то небольшими кусочками делать но следующее видео у меня будет довольно большое этот ролик посвящен облучению Юры именно в Зеленограде вот моя версия про облучение я просто сказала что вот предположила потом это подтверждает блогер Юрий тоже по-моему его зовут и еще один момент мне встретился совершенно независимо от от меня там от моих желаний или от других блогеров видео было человека там небольшие небольшие подписчики у него с канала небольшой фрагмент с концерта в Зеленограде где Юрий также хватается за голову и там комментариях пишут об облучении и вот сейчас мы немножечко сопоставим вот этот момент именно что было в Зеленограде и так называемых друзей которые сейчас вот друзьями себя называют это Кудряшова другом называют это Игорек себя другом называет вот сейчас мы немножечко посмотрим и сопоставим то что было потому что это уже как бы ушло по времени это было месяц назад основная основная информация по Зеленограду и это уходит но надо это поднимать эти вещи напоминать потому что самое главное чтобы память была как сказал тоже еще один блогер который Денис по-моему да Денис который я ему просто аплодирую за его аналитический ум за юмор и можно сказать что он с языка у меня срывать некоторые вещи вот одновременно синхронно я прихожу к таким же выводам которые озвучивает он в том числе и так этот ролик по поводу зеленограда и все что с этим было связано то самое видео зеленограда тот самый Игорь и Юра Шатунов распаковывает подарки после концерта это 15 июня это тогда когда Юре Шатунова было плохо на концерте когда вызывали скорую здесь это радостный Игорек распаковывает подарки естественно я не могу вам эти кадры показывать за авторского права Юра здесь еле сидит на диване вот он отвечает что и от меня тоже большая благодарность еле сидит и такой радостный Гоша просто у него тут все вообще все у него хорошо все замечательно он такой позитивный он даже не понимает вообще что происходит что человеку плохо ему надо вот хотя он вроде не маленький мальчик да ему уже все таки сороковник сколько ему там должен уже соображать но такое ощущение что он так немножечко не в себе как будто не сильно соображает по ситуации вот человеку плохо вот уже совсем плохо и вот у него тут такая радость разбирает подарки но порадовали комментарии вот смотрите ребята с вами вообще все нормально я как поняла это все Юре давали вы что творите я так понимаю у него все такие преданные друзья чтобы нажиться я сопьюсь у меня туалетная вода закончилась совесть у вас нет наживались за счет Юры что вы сейчас будете делать без Юры вот это три недели назад люди писались где же ты был Игорек когда злодеи нашему Юрочке готовили ужасный внезапный уход как все оказалось не своевременно вот она народная любовь к своему любимому и дорогому кумиру я просто в шоке от этого видео а Юра сидит еле дышит обратите на него внимание подайте кружку воды господи что за люди не говоря про то что вы его друзья деньги деньги нужно было вообще представить к нему врача он был как заезженная лошадь без отдыха вы что без мозгов были друзья назывались а нам теперь как жить вот это народная любовь Юра даже подарков не открывал радовал миллионы людей своим творчеством мы никогда не забудем он всегда будет жить в наших сердцах а концерт и тур не могли отменить чтобы Юра остался жить куда смотрели друзья куда смотрел директор Юра больной выступал ослепли все и зрители тоже почему не отвезли Юру в клинику после концерта Юра так юморит всегда мог бы быть юмористом талантливый человек талантлив во всем и вот хороший комментарий такое ощущение что все подарки только для Игоря предназначены Юра молодец сидит смотрит на весь этот цирк ему ничего не надо Юрин подарок это народная любовь зрителя как жаль Юрочку не уберегли друзьям подорвали подарки и деньги им были дороже чем Юрина здоровье светлая память тебе Юра будем помнить всегда я думаю не зря позвали Юру на рыбалку после концерта что за друзья там были какие бизнесмены неужели Кудряшов замешан в его убийстве кроме разина еще кому было убивать Юру да и за что голове не укладывается никак почему такого талантливого всеми любимого светлого чистой душой человека убивать боже накажи убийц Юры как весело Игорю а Юра на диване сидит ему не до подарков плохо чувствуют в окружении Юры одни предатели радуются все только народы скорбят эх Юра кого-то допустил к себе лучше бы поклонницы целовали Юрочке конечно уже плохо он все равно смеется вот именно 15 июня после концерта не смотреть подарки радоваться им а Юру в охапку и на обследование срочно даже если он был против концерт на уколах и знали ведь что это сердце не грипп какой-то что же вы все друзья так безразличны к Юре на котором все держался за которого вы все эти подарки и почести имели зачем теперь это все показывать радоваться нечему но действительно они такое ощущение что он туповатый не догоняет вот Гоша тоже не догоняет он до сих пор не понимает он радуется ему видим сейчас сказали чтобы он немножко так поскромнее себя вел наш не урод душей был везде был радостный у него все хорошо через две недели после смерти он сказал что у него все хорошо вообще он даже не понимает что он говорит не догоняет восстановится Юра и все будет в порядке ну да здесь в этом ролике он говорит Гоша говорит восстановится Юра и все будет в порядке это ты так решил веселиться нет чтобы с директором вместе настоять и найти нормального врача после такого тревожного звоночка и проверить что происходит с человеком все хорошо вместе с разином угробили человека а теперь свои музыкальные клипы выставляет на ютубе это так горюет о потере друга кто бы его знал если бы не Юра абсолютно точно никто бы этого Гоша вообще в упор бы не видел и не знал это обычный прилипал и приживал обычной клавишник который который у которого мания величия который не самый умный который даже не понимает своих поступков он даже не понимает вообще что он делает как он себя ведет он не в этой ситуации у него род душей хоть завязочки пришей бедный наш Юра даже подарки не открывал настолько был скромным эх Юра как больно твоего ухода надо было остановить гастроли вернуться к семье лечь в клинику и полечиться потом бы продолжил тур дело в том что надо было да но не было такой задачи у тех кто подводил его к смерти его загоняли специально в эту ловушку именно к 23 числу это сакральное число такое но мелькает у него в клипах она мелькает это тоже не случайно они выбрали это число масонные если хотели сделать из него сакральную жертву это такое мое мнение вот а теперь давайте немножечко освежим память это 27 июля 2022 года вот статья продюсера шатунова разен не любил юру он его ненавидел но только это не продюсеры шатунова говорит это директор арт директор говорит и так вот это была статья 1 августа исполнится 40 дней смерти шатунова но связи зеленоградом я всю статью читать не буду а только отдельные детали вот ему журналист говорит вы наверное все помните малейших деталях конечно все случилось внезапно симптомов никаких не было жалоб тоже юра болел бронхитом лег в легкой форме потому у него появилась слабость мы списывали это на болезнь и на то что он долго находился в туре юра был под наблюдением врачей я находился рядом с ним 24 часа в сутки спрашивала юра что-то болит ты скажи давай может еще проверимся ответ у него был один тебе надо ты проверяйся а я доработаю и домой хочу домой хоть бы из врачей кто сказал хоть бы кто намекнул что нужно сердце проверить никто ну супер это после зеленограда после того как останавливали концерт когда приезжала скорая когда был он на уколах он все-таки доработал этот концерт но предупредил что в любой момент он может его остановить вот это известно да и тут он говорит вот этот вот директор ему говорит что ну хоть бы кто намекнул не но как это вот на на кого он рассчитывает на дураков дураков всех держит видимо видимо так они видимо так и считают они считают себя самыми умными им все сходит с рук и сойдется с рук они так полагают и полагают что все остальные просто идиоты а вот они тут все белоснежных костюмах умные иначе у него получается был микроинфаркт накануне смерти так врачи предполагают продолжает аркадий но по нему не видно было юра не жаловался что в зеленограде то было скорую то зачем вызывали почему концерт останавливали не видно было по нему да еще как видно было все видимо прошло в скрытой форме врачи говорят вот эта судьба сейчас много чего говорят чушь несут что были наркотики он вообще никогда и в жизни не употреблял балкал пива выпил и все и вот даже про бокал пива аркаша зря говоришь потому что не употреблял юра сам все время говорил что нет 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 скрытие сделали у меня есть все результаты значит скрытие сделали если бы было что-то не так нам бы никто не разрешил его хоронить на троекуровском кладбище с этим строго нам сразу сказали дело резонансное несите документы пока не привезете тело будет храниться до тех пор пока не получим разрешительные для захоронения бумаги хоть месяц хоть два но может быть так и сказали а что у нас на деле то произошло тут же кремировал то есть получил все бумаги получается вот за за пару дней там за несколько дней все нужны бумаги начни настолько строго стройкурском цена вопроса видимо получается это коррупция или как но дело резонансное дайте и тело должны были хранить почему такая поспешная кремация вот сразу вопрос к этой кремации но но немножко бы потерпел чё так испугался это чё так побежал почему один где жена все один за всех говорят никак никто никакой жены нигде не слушал никаких доказательств нигде нет ничего кроме вот этого вот этой болтовни непонятного человека который крутится один везде который свидетель смерти последний почему юру кремировали это было его желание мы с ним прошлом году переболели к видом я в тяжелой форме он более легкой в этот момент мы общались по скайпу и рассказал если со мной что-то случится сожгите меня и развейте прах это было его пожелание это все слышали он и мне говорил и жене и сына но подтвердить это никто не может и что-то никто не подтверждает ни жена не сын кто все это слышали по скайпу вы что вместе разговаривали по скайпу женой сыном и с юрой одновременно свидетелей нет говорит опять-таки один человек аркадий вы с юрием работали вместе 35 лет как вам удалось сохранить отношения да мы с первого дня работали вместе секрет очень просто только правда но вот одна сплошная правда идиот от аркадия просто правде и некуда какой бы она ни была и финансовых споров у нас никогда не возникало все средства были у него он мне давал только на жизнь бедняжка бедняжка концы с концами сводил мы с ним за 35 лет только один раз поссорились это из-за судов которые были с разным да юра очень сильно переживал как-то разбил себе кулаки а стену в кровь он так кричал психовал это ужас просто я вот таким никогда не видел говорю что что с собой творишь это боком все выйдет нельзя так а его просто трясло от ярости ну не знаю не знаю не незаметно по юре чтобы его трясло от ярости он чистый сангвиник уравновешенный человек не не может такого человека трясти от ярости при всем вот при всем желании даже если он хотел затрестись его не затрясет он позитивный сангвиник жизнелюб и он никогда не будет трястись вот может быть аркаша будет трястись хотя аркаша тоже не трясется каши хитрый хитрый да нигде ничего не видно не слышно такое вот зеро такое непонятная карта такая у него скрытная нигде его нету ни фотографии никакой информации такой закрытый закрытый тип обычно так бывает в органах работают такие товарищи вот такой вот вот он же переживал за каждое заседание вы же знаете какие у нас суды все время затягивается по полгода порой длится был момент когда судья заболела я ему звоню говорю так и так суд перенесли он в ответ это разин все устроил они специально тянут время я уже боялся ему что-то говорить юра система такая но юра наверно идиот наверное а вот аркаша он умный но сейчас можно говорить все что угодно евро то ничего не скажет сейчас будет аркаша говорить гоша сейчас будет говорить там еще кто-нибудь будет говорить сейчас за юру где там и что было друзья сейчас появляются вот как у высоцкого там тоже куча друзей появилась такой юра оказывается появилась куча друзей когда помощь была нужна кружку воды поднести к врачу отвезти в зеленоградском концерте чего-то не нашлось ни одного друга ни этого аркаша не гоши разин всегда юре завидовал наверное аркаша не завидовал всю жизнь с его страны шантаж шантаж мы его терпели не скандалили а потом он заявил я вам категорически запрещаю петь песни белой розы седая ночь и другие вы теперь мне должны деньги за них платить и за два дня мы узнаем что он тихоря от суд хотел провести но тут мы уже нашли адвоката все судебные разборки разин устроил он говорит что любит юра да он его ненавидит терпеть не может ну согласно да здесь здесь с аркашей я соглашусь вы до сих пор говорите о юре в настоящем времени до сих пор не верю что его нет планы большие были у юра наработки на два новых альбом да у юры были планы у него жизнь была расписана на три года вперед он мне говорит весной мне свободного времени нет вообще мы с ним все концерты согласовывали договорились уменьшать количество концертов с осени но вообще-то информация другая совсем идет о тебе аркаша что не давал ты ему отдохнуть говорил что надо надо гнать 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 и так что еще так интересно я так понимаю суды не закончены да нам осталось досудиться только теперь разин будет несовершеннолетними детьми юрий и его женой светланы нужно до конца довести это дело это произойдет в следующем году когда семья шатунова официально вступит наследство сейчас все песни находятся под охранной врау все заморожено а фирме которая занималась нашими правами тоже все подуспокаиваются устают от информации на это и расчет они прекрасно знают как люди вот они вот раз и потом они начинают уставать от этой информации от этого горе это чисто психологические процессы волновые это все психологи знают это как эти процессы идут с горе вот пик а потом наступает усталость и такое ощущение что ну все равно вот правда не узнать ничего мы все равно не узнаем вот вот эти вот они слышатся эти комментарии в том числе на этой расчеты вот теперь уже у них все хорошо что еще было интересно вот именно у аркаши какой тут еще интересный момент которому есть большие вопросы вот вот концерт памяти планируете пока не планируем для начала нужно права наследство вступить хорошо правильно правообладателем будет жена и дети юры так как они несовершеннолетние нужно собрать кучу бумаг волокиты много не приведи господь я занимаюсь памятником хотя очень тяжело мы все находимся в шоке я приехал домой из москвы надо к памятнику фотографию подобрать пока не могу сажусь за компьютер и реву как корова не могу не песни его слушать не видео смотреть не знаю что делать вообще очень тяжело по врачам хожу кучу таблеток прописали надо стабилизировать состояние он же у меня на руках умер скорой родился и умер скорой вот это вот тоже очень интересный момент во первых он не мог умереть на руках что другая совсем информация что домодедовскую больницу привезли его еще вот ну в состоянии клинической смерти как сказал осипов но еще живого и умер он спустя полчаса хотя они говорят что не реанимировали его два часа но вот уже уже не стыковка что там умер у меня на руках потому что констатация смерти по осипову была в 20 минут 23 числа а тут вот получается смотрите умер у меня на руках вот скорая они она ехала и это где-то 00 часов это почти идеальное время с 22 на 23 почти идеально и вот эта сказочка что в скорой родился и умер скорой а кто вам сказал чего вы взяли что он родился в скорой это откуда взялось они уже придумали вот эту вот красивую версию понимаете это режиссура по поводу режиссура у меня будут следующих в следующих фильмах здесь я только вкратце говорю вот просто показываю вот эти вот там броса такие хопа хопа смотрите целая статья 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 вопросы вопросы и вот тут вот вот такие вот эти вот режиссерские моменты скорой родился и умер скорой но красиво да красиво по задумке по завязке великолепная просто потом детективная история ли рассказ как у нибудь получится просто красота будет потом за деньги интервью давать будущем когда выйдет из как бы из этой фэйфы из какой органов или где он там был такое ощущение что он где-то там был конечно это моё субъективное мнение ну и так продолжая по зеленограду так вот здесь видео в зеленограде 15 6 где мы было плохо взывали скоро он тоже хватается за уши здесь обратили внимание в комментариях мне об этом написали вот еще раз тоже несколько секунд удержится но хватается им вот он вытирают по другому рукой когда у него он смахивает просто рукой под здесь он закрывает конкретно уши какой-то доли секунды что-то происходит это зеленоград здесь ему уже плохо реально он плохо выглядит плохо себя чувствует это видно по концерту и так помимо того что я обратила внимание тогда на подольском концерте о том что его облучали я предположила потом юрий блогер он подтвердил это то есть а были обнаружены документы на облучающую аппаратуру который под ним который монтировали на концерты после концерта заставили оператора снять их инженеры оператора и после того как он обратился к директору его уволили это есть ролик у юрия на зеленоградском концерте получается тоже что-то происходит потому что он хватается за уши что-то происходит какой-то может быть ультразвук или еще что-то что-то не так тем более ему плохо становится вызывают скорую он даже прерывает концерт в это время его директор через месяц после смерти в рио говорит что не было никаких признаков то есть это вызывание скорой помощи прерывание концерта это конечно не признаки никакие и так далее у меня будет много интересной информации именно по юре шатунова пока я не могу даже перейти к другой своей работе вот альтернативные по истории потому что надо сказать все что связано с этой гибели он хотя для меня в общем то все ясно да но нельзя это мое личное субъективное мнение я не могу называть людей прямо до вот убийцы я не могу потому что существует закон презумпция невиновности потому что должны следственные следственные органы назвать убийц убийцами вот но они не называют этого они этого не делают вот почему будем разбираться в следующих фильмах почему они этого не делают будем разбираться в следующих фильмах и много других знаков почему это именно масонская тема и это не так просто не не переутомление или просто зависть или денег у директора или у этого мразина. Это не только в этом дело. Об этом будет в следующих фильмах. Я вам покажу знаки. Многие знаки были. Их было очень-очень много. Как теперь выясняется, когда мы стали поднимать архивы с энтузиастами, с людьми, которые мне помогают с информацией. Огромное им спасибо. Назвать я их тоже не могу, этих людей. Но огромное им спасибо. Потому что это настоящие ценители Юры. Люди, которые его любят и которые не хотят мириться, что вот так все сойдет просто с рук. Поэтому они хотят разобраться тоже в этом деле. Я хочу разобраться в этом деле. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на все мои каналы. Телеграм-канал. Ставьте лайки. Пишите свои комментарии. Все это очень интересно. И вместе, только вместе мы сможем раскрыть это хамское преступление. Пишите свои комментарии. Пишите свои комментарии. Пишите свои комментарии.